Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! И опять у нас с вами роллы. Один ролл здесь совершил самоубийство. Я поставила в инстаграме опросник, спросила вас, какое же блюдо мне приготовить для следующего мукбанг. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Вот просто 30% ответов были роллы. Все писали роллы. И когда я снимаю роллы, в комментариях начинаются опять роллы. Но как показывает статистика и просмотры, вам подобные видео нравятся. Мне тоже, если честно. Когда я смотрю мукбангера, захожу на его канал, первое, какие видео я смотрю, это видео с роллами. У нас, значит, как всегда, сет от Епоши. Я очень люблю их роллы. Пробовала, можно сказать, во всех доставках в Баку. Но для меня самый вкусный и самая приемлемая цена у Епоши. Представляете, вот этот огромный сет, состоящий из 70 штук, вы можете приобрести до конца этого месяца, всего за 30 монат. Так, этот сет стоил 36, по-моему. А сейчас можно его купить за 30. Четыре человека спокойно, с удовольствием наедятся этими прекрасными роллами. Я, кстати, выписала для себя. А то столько лет кушаю роллы, а название не знаю. Итак, здесь у нас горячие с крабом, горячие с рыбкой и горячие с сыром. Вот я обожаю горячие с сыром, это просто one love. И мама, кстати, их тоже любит, поэтому я на мукбанках стараюсь их не кушать всегда. Здесь у нас Филадельфия, Аляска, сырные. Вот это вот, я так понимаю, сырные. Выглядят очень аппетитно. Вот эти с шапочкой я обожаю просто. Они называются запеченные. И майки с рыбой. Это вот эти вот. Обычно они с огурцом идут. А в этот раз и с рыбкой, и с огурцом. И они чуть-чуть побольше размера. Также здесь у нас соусы, четыре палочек и так далее. За 30 монат просто скинуться и заказать офигенный сет. Ведь мы с вами будем кову. Обожаю кову. Стараюсь, конечно, ее употреблять меньше. Но, к сожалению, не всегда получается. В последнее время, кстати, я стала меньше снимать влоги. Кстати, пока не забыла, давайте вам расскажу. В общем, я спустилась вниз за роллами. И прямо около моего подъезда стоял курьер Больта. И дает мне такие две коробки. Я беру эти коробки и поворачиваюсь к лифту. И вдруг у меня такое осознание, а почему коробки-то? Возвращаюсь назад. Смотрю на коробке, там написано пицца-миза. Или как правильно, пицца-миза. В общем, их коробки и две маленькие пиццы. Оплата всегда производится онлайн. Как бы он увидел, что человек спустился и подумал, наверное, это я заказала. И даже не перепроверил. То есть спокойно, можно спуститься вниз. Как увидеть курьера, помахать ему и сказать, вот я пришла, я спустилась. И забрать. И потом возвращаюсь, говорю ему, стой. Я говорю, я заказывала. Но я заказывала роллы. У Липоши свои курьеры. Я как-то, знаете, я спустилась, прям такая задумчивая. Я кое о чем думала, думала. И вот просто чисто на автомате схватила. Потом вернулась и вернула. Вот. А вы представьте, какой-то человек бессовестный. Просто возьмет чужой заказ и поднимется наверх. Мне кажется, у нас в Азербайджане, так как мы мусульмане, все-таки очень много верующих людей. Мало кто такое сделает. А если бы такие случаи частенько были бы, курьеры наверняка перепроверяли бы. То есть, как минимум, спрашивали бы, на чье имя заказ. Сколый как идиот. Прям вообще, прям заходит классно. Я, конечно, могу ошибаться. Но мне почему-то кажется, что в Азербайджане вот этого обмана не так много. Элементарно, вчера я была на лазере, я была на коррекции. Там просто такой поток клиентов. В этом салоне действительно очень хорошо делают эту процедуру. Процедуры стоят намного дешевле, чем везде, поэтому поток клиентов огромный. В общем, после того, как я сделала процедуру... Он даже меня не узнал, что я до этого приходила. То есть, там как за сеанс вы платите. Коррекция бесплатна. Вот я пришла на коррекцию, ничего не заплатила и ушла. И вот каждый раз так происходило. И вот последний раз она перепроверила, посмотрела в тетрадь, действительно ли я приходила на сеанс и платила эти деньги, или просто я зашла и бесплатно сделала лазерную эпиляцию всего тела. В этот раз она проверила. И вот когда она проверила, мне в голову пришло, что девушка может просто прийти и сказать, знаете, я на коррекцию, я такого-то числа была на коррекции, ей сделают процедуру абсолютно бесплатной, и она уйдет. У меня когда выезжала моя квартира съемщица, и заезжали другие, у нее там немножко продуктов оставалось, там гречка, рис, ну полуоткрытые такие упаковки. И она сказала, мне некуда это таскать, да и неохота. Я все равно скоро улетаю. И пусть это останется тем людям, которые дальше будут снимать квартиру. Я сказала, окей, мне без проблем, как хотите, мне это все добро не надо. Вот девушка. Которая я сняла квартиру потом. Она мне написала, она говорит, тут гречка, всякие овощи, много чего осталось. Она будет это забирать или нет? Я сказала, что нет, она забирать это все не будет. И она сказала такую фразу, которую я даже не знаю, как перевести. Она сказала, она дает мне халалых. Я не знаю, как по-русски. Как перевести? Переведите кто-то на русский, пожалуйста, в комментариях. Я закреплю ваши комментарии. В общем, дает добро. То есть чистой совесть отдает мне это все. Я у нее спросила, она говорит, да, конечно. Что за вопрос? Конечно. То есть не просто она начала есть, пользоваться. Я у нее спросила, голова, сейчас я буду болтать, болтать, весь мукбанк. И совсем забуду ответить на вопросы. Я в инстаграме поставила опросник. Я его, честно, вечно ставлю, постоянно забываю и забалтываюсь. Для меня вот не проблема найти тему, о чем поговорить на мукбанке. Меня только заведи, я не заткнусь. Как много интересных вопросов здесь. Лила задает вопрос. Лилуш, тебе огромный привет. Ходила ли когда-либо в секонд-хенды и покупала ли там одежду? Расскажи про свой опыт. К секонд-хендам я отношусь более чем положительно. Я считаю, что это круто, если вы можете дать вторую жизнь каким-то вещам. И в плане экологии это очень круто. Я была в секонд-хенде. Когда мне было 13 лет. В городе Саратове. Где-то, наверное, два раза я была. И вы знаете, как так получилось? Я просто смотрела ютубчик. И в то время, кто помнит, девчонки снимали видео. Там шпагина, по-моему, снимала, если я не ошибаюсь. Распаковки там секонд-хендов. И настолько дешево они покупали вещи. Там говорят, вот это платье я купила за 15 рублей. Это платье я купила за 20 рублей. Я взвела с собой 100 рублей. Или 200. И направила в секонд-хенд. Думаю, сейчас мешком вещей приду. В общем, я пошла. Вещей действительно было очень много. Новый завоз был. Но вот этих вот цен, супербюджетных, я не увидела. Я могу ошибаться, честно. Точно я не помню. Но я купила там пару вещей. Почти по тем же ценам. Как и в обычных магазинах. То есть сказать, что я там что-то сэкономила. Супербюджетно купила. Нет. Такого не было. То ли я не в тот день пришла. Если идти в определенный день, то там какие-то скидки. Но, как я поняла, в этот день уже ничего хорошего не остается. Там прям надо лазить, искать. Сейчас просто настолько много бюджетной, дешевой одежды. Да, это неправильно в плане экологии. Я совершенно не брезгливый человек, скажу вам честно. Я спокойно могу надеть, не знаю, футболку подружки, если я пошла к ней, например, с ночевкой. Абсолютно я могу накраситься косметикой своей подруги. Я могу донашивать одежду за кем-то, если мне вещи нравятся. Почему бы нет? То есть в этом плане я простая, как грабля. Мне кажется, проще некуда. Просто есть такой момент, чтобы в секонд-хенде найти что-то стоящее, нужно потратить свое время. Пойти туда и искать. Опять же, не хочу никого обидеть, но, на мой взгляд, где-то 100 вещей, там 5 вещей стоящих. Надо потратить прилично временем, чтобы найти там какую-то стоящую вещь. Можно бюджетно что-то найти, но для этого нужно потратить свое время. А я считаю, что самый дорогой ресурс в моей жизни – это мое время. То есть чем тратить свое время и экономить в секонд-хенде, мне проще сидеть дома, работать и зарабатывать эти деньги. То есть так я могу заработать гораздо больше, чем сэкономить в секонд-хенде. Поэтому для меня это были два таких случая в моей жизни, которые так и останутся. Я думаю, больше ходить в секонд-хенде я не буду. Я просто не вижу в этом никакого смысла, честно. То, что блогеры продают там свою косметику, продают свои какие-то вещи. Я к этому спокойно отношусь, я считаю, что это круто. Чем выбрасывать все подряд? Лучше дать вещи вторую жизни. Кто-то, возможно, будет ее носить. Даже свои вещи я стараюсь не выбрасывать. Я стараюсь кому-то отдать, кому это нужнее. Просто мои вещи, они в основном такие откровенные, так скажем. Шортики какие-то. И вот туда, куда я отправляю, в деревню, там подобные вещи не носят. Поэтому я не знаю, куда свои вещи девать. Они просто у меня лежат в шкафу. Как-то, мне кажется, я быстро наелась. Действительно, роллов очень много. Офигенный сет. Обязательно переходите, заказывайте. Не забывайте ставить лайк под этим видео. И писать ваше мнение в комментариях. На этом все. Всех люблю. Пока.